Роза Бланк Мьяндикор, Бланк Мелон Декор, характеристики культуры. Очаровательные розы с белыми цветками и компактными кустами Бланк Мьяндикор, Мюидиланд, Роза Вайт Мейдиланд, часто используются, для создания ландшафтных композиций в изысканном староанглийском стиле. Хорошо такие растения смотрятся на берегу искусственных водоемов. Потрясающий вид и относительная простота ухода, вот причины популярности сорта. Краткое описание сорта. Роза Бланк Мьяндикор, гостья из Франции. Сорт был выведен в 1987 году. Относится к почвопокровным, то есть стелющимся. Поэтому часто используется дачниками для создания изысканных почвенных ковров, украшенных яркими белыми пятнами пышных цветков. Кусты Роз Бланк Мьяндикор станут украшением любого садового участка. Отличительные характеристики растения. Густой, широкий, но очень аккуратный куст высотой до 90 сантиметров. Раскидывается на 0,8 метра. Побеги толстый, жесткий окрас нежно-зеленый. Обильно покрыты шипами, поэтому все работы проводятся осторожно. Листья насыщенно-зеленые, глянцевые. Цветки махровой формы исключительно. Белого окраса, лишенные аромата. Средний диаметр 6-9 сантиметров. Количество лепестков 60-70. Собраны в соцветия по 5-9 цветков. Обратите внимание. Средняя цена куста на декабрь 2019 года – 950 рублей. Преимущества и недостатки. Основными достоинствами сорта White Muddeland являются. Морозостойкость. Растение способно выдерживать морозы до 40 градусов. Невосприимчивость к дождливой погоде. Относительная устойчивость к популярным заболеваниям роз, черной пятнистости и мучнистой рассе. Привлекательный вид густомахровых цветков. Повторное цветение. Роза будет радовать владельца цветением несколько раз за сезон. К недостаткам сорта относятся. Необходимость тщательно выбирать место для посадки. Растению вредит тень, но прямые солнечные лучи. Могут стать причиной ожогов. Разросшиеся кустарники нужно обрезать, в противном случае возрастает риск заболеваний и появления паразитов. Ландшафтные композиции с кустами Blunt Meandiker смотрятся очень интересно и стильно. Использование в ландшафтном дизайне. Роза White. Медиланд используется для создания необычных ландшафтных композиций. Кроме того, кусты высаживают на газоне как одиночные растения. Они могут стать изысканным украшением дорожек, клумб, отлично подходят для декорирования склонов. Стелящиеся кусты высаживают не только напрямую в грунт, но и в вазоны, где они смотрятся особенно эффектно благодаря своим свисающим ветвям, обильно украшенным белыми кистями. Используются они в альпийских горках, ракариях. Для завершения стильных композиций соседства розам могут составить ирисы, колокольчики, той, маргаритки. Обратите внимание, хороший сосед, незабудка. Она естественным путем сохраняет влажность почвы, что очень полезно для королевы сада. Особенности выращивания цветка. Роза почвопокровная Blunt Meandiker все чаще приобретается садоводами для украшения участков. Сорт замечательно подходит для средней полосы и даже более холодных регионов благодаря своей морозостойкости. Хорошо смотрятся розовые кусты на фоне камней. В каком виде производится посадка? Посадка розы Мёделенд проводится саженцами или семенами. Второй способ считается более сложным, поскольку получение семенного материала предполагает наличие определенного опыта. Семена визуально похожи на гречку, черного или темно-коричневого цвета. Обратите внимание, семена перед посадкой для снижения риска дезинфицируют раствором перекиси водорода. Саженцы получают с собственных кустов или приобретают в торговых точках. Для летней посадки покупают саженцы в специальных контейнерах, для осенней и весенней высадки, с открытой корневой системой. Купить розы можно, например, в известном питомнике Братья Топалович. В какое время осуществляется посадка? Для высаживания саженцев лучше всего подходит осень, вторая половина октября. Растениям необходимо 2-3 недели до заморозков, чтобы завершить укоренение, весной же они приступают к активному росту. Обратите внимание, если саженец был куплен в контейнере, то он не подходит для осенней высадки, поскольку отличается слабо развитой корневой системой. Пересадка в грунт разрешается только в теплый сезон. Розы Бланк Миянди Корни прихотливы в уходе, но место и время посадки нужно выбирать очень тщательно. Выбор местоположения, французский сорт прост в уходе, но требователен к выбору места заселения. Важно, чтобы рядом не росли плодовые деревья, в их тени кустам будет некомфортно. Однако и участок, обильно прогреваемый лучами солнца, не подойдет, листья предрасположены к ожогам. Лучше всего сажать розы на восточной или западной стороне, необходима легкая ажурная тень, но хорошая освещенность. Как подготовить почву и цветок для посадки? При выборе саженца следует обращать внимание на такие его особенности. Плотная корневая система, разветвленная. Листья без пятен, крепкие побеги. Перед посадкой саженец обрезают, оставляя 3-5 почек. Удаляются также подгнившие корешки, перед помещением в посадочную яму корневую систему опускают в водный раствор корневина на 12 часов. Затем корни смачивают в глине, в которую добавили немного коровьего навоза, пропорция 3-1. Ответственный подход к посадке, залог того, что кусты в дальнейшем пораздуют обильным цветением. Подготовка участка для посадки включает. В себя следующие операции, выкапывание ямы размерами 60 на 60 на 70 сантиметров. В яму укладывают дренаж, его делают из щебенки, мелкой гальки, кирпича. Следующий слой, заранее подготовленная смесь грунта и органических удобрений. Можно использовать такой вариант, два ведра садовой земли, ведро глины, по одному ведру торфа, мелкого песка, перегноя. Для удобрения добавляют костную и доломитовую муку. Обратите внимание, ямы готовят за 1,5-2 недели до предполагаемой посадки, иначе грунт не успеет осесть. Процедура посадки пошагово. Процесс высадки саженцев розы Blanc Melon Decor выглядит следующим образом. Распрямить корешки и поместить саженец в центр лунки. Корневая шейка должна остаться на 4 сантиметра ниже почвенного слоя. Присыпать землей и тщательно утрамбовать. Полить куст. Потребуется 10 литров воды. Подождать 3 дня, после чего подрыхлить землю и окучить, высота земляного слоя должна составлять 10 сантиметров. После появления первых свежих молодых побегов этот слой земли удаляется. Проводить посадку лучше всего в пасмурное время. Уход за растением. Кусты Blanc Melon Decor достаточно просты в уходе, однако важно соблюдать все необходимые операции, тогда цветы будут ежегодно радовать. Своего владельца пышным дружным цветением. Правила полива и подкормки. Сорт не является влаголюбивым. Умеренный полив достаточно проводить 1-2 раза в неделю, в конце августа. И осенью орошение сокращается. Чаще всего проводятся 3 подкормки. Комплексным удобрением, после появления первых листьев. Повторно, через 30 суток. Осенью. Составом с содержанием калия. Роза White Mideland предпочитает нейтральные или слабокислые почвы с хорошим дренажным, идеально подходят суглинки с pH 5,5-6,5. Обрезка и пересадка. Обрезка кустов белой розы проводится в конце зимы, когда растения находятся в состоянии покоя. Тщательно удаляют все листья и засохшие цветки. Это поможет кустарнику набраться сил перед новым сезоном. Для стимулирования роста обрезаются также темно-коричневые и черные стебли. Допускается весеннее удаление старых больных побегов. Обратите внимание. Пересаживать кусты можно ранней весной или в последние недели октября. Особенности зимовки цветка. Несмотря на зимостойкость, кустарник нуждается в подготовке к зимовке. Кустарник укрывают еловым лапником, агроволокном, пленкой. Весной укрытие постепенно снимают. Цветение розы. Каждый садовод дожидается с волнением особого момента, цветения розы, когда это растение становится подлинной королевой сада. Период активности и покоя. Сорт бланк мияндикор относится к повторно цветущим, то есть готов радовать глаз белоснежными кистями цветов с весны до поздней осени. Отмечаются две ярко выраженные волны. Первая настолько обильна, что кустарник становится почти полностью белым, темно-зеленые листья практически незаметны запышными махровыми цветками. Вторая волна характеризуется образованием побегов длиной чуть более метра. На них распускаются тяжелые цветки, из-за чего эти плети паникают. Период цветения розы бланк мияндикор, время, когда сад преображается, становится белоснежным. Уход во время и после цветения. Для стимулирования цветения кустарники обрезают, это способствует появлению дополнительного количества бутонов. Важно регулярно удалять отсветшие цветки, а также зараженные болезнями и паразитами побеги. Обратите внимание, подкармливать кусты в период цветения нельзя. Что делать, если не цветет, возможные причины. Прежде всего, отсутствие цветения может быть связано с неверным выбором места для посадки. Нарушением технологии ухода. Кроме того, проблему нередко вызывают грибковые и бактериальные поражения. Для возвращения обильного цветения кустарник пересаживают, обрезают, проводят обработку противогрибковым составом. Размножение цветка. Используются корнесобственные способы размножения, черенками, отводками, делением куста. Когда производятся. Сроки зависят от выбранного способа размножения. Отводками занимаются весной, черенки допускается срезать за месяц до планируемой посадки, как правило, срок совпадает с началом цветения. Вторая половина июня – начало июля. Деление взрослого куста проводят ранней весной. Описание процесса. Наиболее популярный способ размножения – зелеными черенками, укоренение проводится непосредственно на грядке. Порядок действий. Используется побеги возрастом год, срединная часть. Нижний срез помещают в стимулятор роста на сутки. После этого высаживают в грунт под углом 45 градусов. Обратите внимание, для укоренения черенков рекомендуется использовать парник. В этом случае пересадка на постоянное место проводится в мае следующего года. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Сорт бланк мияндикер достаточно устойчив к поражениям, но все равно нуждается в проведении профилактических мероприятий. Основные заболевания. Серая гниль. Характеризуется появлением белого налета на бутонах и цветоножках. Для профилактики в мае под куст закапывают таблетку глиокладина. Инфекционный ожог. Может возникнуть, если весной кусты освобождались от укрывного материала не постепенно, а одномоментно. Пораженные участки придется удалить. К основным вредителям относятся тля, майские жуки, щитовки. С ними борются с помощью химических препаратов. Сорт розбланк мияндикер готов стать настоящим украшением садового участка. Стелющиеся кустарники помогут красиво оформить склоны, клумбы, дополнить ландшафтные композиции с искусственными водоемами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...